Привет, народ! Меня зовут Ира. Мы уже много лет ездим в горы. За это время у нас сформировался комплект вещей, которые мы берем с собой обязательно. И сейчас я покажу вам то, что мы берем на 10 дней и упакую все в чемодан. Ну и, собственно, про сам чехол. Если у вас его нет, обязательно берите на колесах. Это сильно упростит вам жизнь. Очень сильно. Самый простой аргумент, вам не придется брать чемодан. Все можно сложить в чехол. Тем более сейчас на рынке есть недорогие варианты от отечественного производителя. В принципе, три сезона, пока жив, небольшие правки были унесены. Потому что есть у нас и второй, такая носки. Все прекрасно, только он в пять раз дороже. Теперь коротко о том, что мы берем с собой на 10 дней. Мы едем катать. Борды, крепы, боты, комбезы или другая верхняя одежда. Шлемы, защита, маски, перчи. Это то, из чего мы никогда не выходим в Москву. Остальной комплект вещей зависит от условий проживания и климатических особенностей региона. Если бывает минус 30, берем больше тел под вещей. Если есть возможность постирать на месте, количество вещей сокращается. В данный момент мы собираемся на 10 дней в Армению. Там довольно тепло. И стиральная машина в нашем доме будет. Так что вещей у нас совсем немного. В Армении тепло, но подъемники там открытые креселки и очень-очень сильные ветра. Поэтому каждому мы берем полоклаву тонкую, толстую, листку, два комплекта термухи, двое катательных носков, две гулятельные футболки, две гулятельные носки, белье, домашняя одежда, плавки, тапки. Помимо одежды мы берем с собой средства личной гигиены и обязательно аптечку. В ней все на все случаи жизни. Далеко не всегда можно на месте найти аптеки то, что тебе необходимо. Привет, меня зовут Дэн. И пока девчонки собирают тряпки, мальчишки собирают железки. Я всегда с собой беру колонку, экшн-камеру, рации, фотик, телефоны для катания, пауэрбанки, целый пакет проводов. Отдельно берем с собой развлечения, вроде как настольных игр, кальян. И очень важная вещь, я всегда с собой беру ремкомплект. С помощью такого небольшого чемоданчика я могу в номере починить доску практически в любом ее состоянии. Первым делом кладем борт, он будет основой нашей конструкции. Следом кладем ботинки и ремкомплект. Старайтесь самое тяжелое класть ближе к колесам, так будет проще катить чемодан. Не забывайте про небольшие пустые места в крепах и ботах, туда можно сложить всякую разную мелочевку. Верхние вещи всегда очень сложно упаковывать чемоданы, занимают много места, черти как валяются. Есть отличный способ, так можно упаковать и куртку, и штаны, и даже комбинезон. А вот в такой компактный рулон все складывается. Он занимает четкое конкретное место в чемодане и ничего другого уже не мешает. Большие и плоские вещи кладем в самый последний момент. Такие как защита спины или рюкзак. Один чемодан упакован, осталось меньше половины вещей. Маленький нюанс, если вы берете кальян, обязательно уголь упаковывайте в другой чемодан. Когда на просвете видно кальян, они обычно спрашивают, есть ли уголь, и если да, то вы его там оставляете. И самое главное... 21,8. У-у-у, мы проходим! Итак, все вещи собраны, у каждого получилось по чемодану и по рюкзаку в ручную кладь. В моем рюкзаке вся электроника, потому что все, что с аккумуляторами, в багаж давать нельзя. Нужно везти в ручной кладе. Мой рюкзак практически пустой, он больше на обратной пульте, какую-то сувенирку. Мы показали то, что берем мы с собой, а что берете вы, насколько много вещей у вас получается с собой. Пишите в комментариях. Чемоданы для вас упаковывали Ира. Дэн. До новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока! Ремкомплект в следующем. Ремкомплект в следующем.